Дикий фэшн 10 стильных мужчин блистали на подиуме в компании настоящих моделей. Ну а сейчас пришло время засветиться в нашей программе. Дикий фэшн Саундтреком к выходу нашего первого героя вполне могла бы быть песня Алены Апиной «Узелок». Потому что слепить такое чудо можно только из того, что было. А было действительно достаточно. Полосочка, цветочки, босые ножки и шарфик. Я все понимаю. 21 век, смузи, лоферы и никаких гендерных ограничений. Я только очень прошу оставить нам простым девчонкам-провинциалкам платья цвета баклажан, леопардовые лосины и лобутеры. При виде нашего второго участника ей богу так и хочется крикнуть. Жеванный крот! Мятый кот! Что это вообще такое? Ясно-понятно, что мужчины у нас редко любят пользоваться утюгами. Но вот этот костюм модного мешка из-под картошки действительно вызывает большие опасения. И опять этот шарфик. Слушайте, если к нему добавить чепчик и пенсне, то получится современный образ черепахи-тортилы. Затянула бурой тиной гладь старинного пруда. Но на одном персонаже замечательной детской сказки организаторы решили не останавливаться. И добавили еще кота Базилио, который, как известно, очень сильно повлиял на творчество Григория Лепса. Без главного героя этот детский утренник не обошелся. И вот мы уже видим очень смелую трактовку костюма Буратино. Браво! Тоже мне трендсеттеры. 1976 год, товарищи. Классика. Итак, если вы все-таки хотите чувствовать себя уверенно и поистине считаться настоящим трендсеттером, прислушайтесь к следующим рекомендациям. Во-первых, аккуратность – это ваше главное оружие. Отныне утюг – ваш лучший друг, ну а губка для обуви – несменная подруга. Поэтому накрахмаливаем себя, отутюживаем и начищаем до блеска. Всегда работает. Брючный костюм – это идеальный вариант, и он подходит под любой формат. Не зря это считается классикой. Не верите мне? Посмотрите на Джеймса Бонда в его последнем фильме «Спектр». Большое спасибо Тому Форду за современную классику. Ну и напоследок, дорогие мужчины, оставайтесь с собой и помните, что ваше главное украшение – это женщины. А уж мы точно знаем, что много шайна для даймонда не бывает. Это был Дикий Фэшн. Всем пока.